Праздничный салют в честь 9 мая в Иркутске стал огромной проблемой для водителей машин скорой помощи. На этих кадрах видно, как из-за затора спецавтомобиль с включенными маячками не может пробиться сквозь припаркованные автомобили. Но иногда жители Иркутска сами вызывались помочь медикам. Так произошло здесь. Мужчина вышел из своей машины и взял на себя организацию движения. В итоге удалось освободить одну из полос для проезда скорой помощи. Но и сами водители этой медслужбы должны соблюдать правила. А вот с этим, оказывается, порой бывают проблемы. К такому выводу пришел сегодня Павел Марчуков, когда готовил новый выпуск рубрики «Автохам». Экипаж скорой едет на вызов, а следом наша команда по борьбе с автохамами. Главный вопрос этого дня – соблюдают ли водители спецмашин правила дорожного движения. Уже с первых секунд выявляем нарушения. В полном составе медицинская бригада игнорирует ремни безопасности. Хотя кому, если не им, знать, насколько это важное устройство. В случае более крупных просчетов водителя скорой за нами едут сотрудники ГИБДД. И им едва не приходится оформлять аварию с участием спецавтомобиля. Грузовик закосящил. Водитель грузовика едва не спровоцировал аварию, когда выезжал с второстепенной дороги. Позор автохаму, но не отвлекаемся. Наша цель – машина скорой. По пути к пациенту насчитываем еще пару мелких нарушений, хроническое из которых – игнорирование сигналов поворота при перестроении. Возможно, это банальная спешка. Врачи действительно едут на помощь. Но почему при этом выключены спецсигналы – неизвестно. Этот экипаж скорой от места вызова, скорее всего, повезет пациента в больницу. Поэтому водитель с большой долей вероятности включит проблесковые маячки и звуковую сирену. В этом случае, когда счет пойдет на секунды, чтобы сэкономить время, врачи имеют все основания, чтобы нарушить правила. Поэтому мы возвращаемся к станции скорой помощи и будем ждать другой экипаж. Но слух о нашем рейде быстро разносится среди водителей скорой помощи. В миг каждый из них стал примерным участником дорожного движения. Все бригады выезжали со станции с пристегнутыми ремнями безопасности и с включенными фарами. Так продолжалось до того момента, пока сотрудники ГИБДД нас не покинули. От них уйти можно, от камеры – нет. Пересечение ступлений на запрещающий сигнал – так официально трактуется этот поступок. В общей сложности за два часа рейда водители скорой около десяти раз позволили себе пренебречь правилами. Вывод неутешительный, ведь допускать нарушения не могут только когда спешат оказать помощь. В остальных случаях водители машин скорой помощи обязаны подчиняться требованиям закона. А он, как известно, един для всех. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням.